Всем привет, дорогие друзья! Эпидемия коронавируса. Все знаете, все, конечно, по-своему опасаются, все по-своему боятся. Неизвестно, чего от него ждать. Но нам, автомобилистам, тоже нужно быть готовым к этому. Как-то давненько, еще год назад, я делал видео о том, как нам сделать так, чтобы наш воздушный фильтр салона был очищенный от всяких бактерий, вирусов и всякого такого, чтобы мы дышали свежим воздухом. Это нужно делать регулярно. Я рекомендую, особенно в те времена, когда действительно такие проблемы с вирусами, как сегодня, то надо эти вещи делать почаще. То есть дезинфицировать фильтр салона, для того, чтобы эти вирусы к нам не попадали. Поверьте мне, угольные фильтра, которые установлены, допустим, вы устанавливаете воздушный угольный фильтр в автомобиль, то он действует недолго, потому что там он не противогаз. То есть идет вкрапление угля. Это немножко не то. Да, он некоторое время чуть-чуть работает, но в основном все это пропускает. Через него проходит. То есть для того, чтобы себя обезопасить, потому что раз эти вирусы летают вокруг, везде в воздухе, то лучше всего нам проводить периодически дезинфекцию. Тем более это очень просто. Я делал видеоролик об этом, и я сейчас добавлю этот видеоролик сюда. Вы сейчас увидите его. Этот видеоролик давно потерялся в Ютубе. Уже его практически никто не смотрит. Я специально в это видео его монтирую, для того, чтобы вы могли свободно сделать, повторить то же самое на своем автомобиле. И таким образом обезопасить, по крайней мере, себя и своих родных. Дышите свежим воздухом, не болейте, будьте здоровы. Всем привет, друзья! Вот и наступила долгожданная весна, и пришла пора побеспокоиться и позаботиться о нашем надежном железном коне, о нашем автомобиле. Сегодня пойдет речь о том, как привести в порядок кондиционер после зимы, и как избавиться от бактерий, чтобы мы безболезненно могли пользоваться потом им все лето. Мы все прекрасно знаем, что кондиционер очень сильно накапливает разные бактерии, как летом, так и зимой. Сегодня я вам расскажу самый простой способ, как от этих бактерий избавиться, как почистить кондиционер, не разбирая его. Прежде всего, запаситесь воздушным фильтром. А дальше? Поехали! В аптеке нам необходимо приобрести 5 флаконов хлоргексидина, 100 миллилитров, брызалка, можно вот такую, с подкачкой, можно любой другой пульверизатор, вода, желательно очищенная, ну и, соответственно, сам фильтр, который я говорил. Фильтр мы снимаем свой с автомобиля, и пока ничего не ставим. Сейчас готовим раствор. В этот пульверизатор набираем пол-литра воды, выливаем туда 5 флаконов хлоргексидина, пол-литра воды есть, теперь хлоргексидин. Итак, весь хлоргексидин мы вылили, наш раствор готов. Теперь, друзья, находим, где у нас идет забор воздуха снаружи, в моем случае это вот эта решетка, туда мы и будем направлять пульверизатор. В данный момент у нас фильтр воздушный извлечен, заводим автомобиль, выставляем забор воздуха снаружи, включаем вентилятор на полную, открываем все воздуходуйки, если они были закрыты, все у нас все открыто, желательно даже при этом открыть двери. Сейчас у нас будет происходить забор воздуха снаружи вместе с распыленным хлоргексидином. Таким образом у нас происходит полностью очищение нашей системы вентиляции салона автомобиля от всевозможных вредных бактерий. Хлоргексидин прекрасно справляется практически со всеми бактериями, которые находятся у нас в воздухе. Это нужно проделывать как минимум два раза в год. И желательно это делать специально до умойки автомобиля. Как видите, я специально автомобиль не мыл, потому что сейчас при распылении раствора хлоргексидина мы немножко запачкаем наш автомобиль. постепенно нам нужно так, чтобы весь этот литр жидкости прошел через систему вентиляции нашего салона. После проведения данной процедуры вам необходимо установить новый воздушный фильтр салона. Теперь вы будете спокойны и уверены в том, что вам и вашим близким ничего не грозит. Если вам понравилось данное видео, не забывайте подписаться на канал, не забывайте поставить палец вверх и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok